Коллеги, но прежде всего хочу подчеркнуть, что для России абсолютный политический императив — это политическое урегулирование данного конфликта. Нам жизненно важно, чтобы этот конфликт не перерос в горячую стадию, потому что, на мой взгляд, ну и не только на мой взгляд, это самый опасный конфликт на постсоветском пространстве, поскольку в темном, быть, больший конфликт региональный, может быть, и в больших масштабах, для России через Карабахский конфликт гораздо больше шансов через какой-либо другой, понятно, в силу определенных связей союзнических, ну и так далее. Причем этот конфликт автоматом будет втянут от Турции, ну и, понятно, дальше по цепочке принцип домино. Единственный бенефициал этого конфликта — это Соединенные Штаты Америки. Собственно, о том, что в Карабахе полыхнет, можно было понять тогда, когда, собственно, начался украинский конфликт, и Запад не вышел из него победителем. То есть любое изменение баланса международных сил на постсоветском пространстве обязательно приводит к вспышке Карабахского конфликта. В этом конфликте проигрывают все. Все он развернется, перейдет в активную военную стадию. Понятно, что жертвы и блокады Армении. Понятно, что Россия прямое вовлечение тоже невыгодно и ведет к серьезным негативным последствиям для нашей страны, в том числе и с точки зрения экономического развития, и с точки зрения политической ситуации. За Кавказией ведь понятно, что мы связаны с Арменией союзническими обязательствами, я менее член нашего экономического объединения. Но с Азербайджаном у нас довольно хорошие стабильные отношения, и политические, и экономические. И я могу сказать, что Азербайджан неоднократно поддерживал Россию в различных международных организациях, в частности и по украинскому вопросу. Когда, скажем, в ПАСЕ было голосование, то Азербайджан активно поддержал Россию, даже было выступление азербайджанского представителя. Есть большая азербайджанская диаспора в России, это нельзя сбрасывать со счетов. Вместе с тем, Соединенные Штаты очень недовольны нынешним руководством Азербайджана. Они неоднократно предпринимали попытки устроить там свой Майдан, но просто азербайджанское руководство довольно стабильно себя чувствует, пользуется поддержкой населения. И поэтому для... И да, и Соединенные Штаты не очень довольны Радоганом, несмотря на все его последние авиаиансы в сторону Штатов, все равно задача свержения Радогана тоже стоит перед Соединенными Штатами. Поэтому Карабахский конфликт выгоден тем, что при любом его исходе, в случае перехода в активную военную стадию, кто-то из американских, скажем так, не то что недругов, но те, кто не устраивает Америку, может потерпеть серьезный ущерб. Это может быть и азербайджанское руководство, в случае, если неудачно сложится военный конфликт для Азербайджана, понятно, что в этом случае позиции правящего класса Азербайджана пошатнутся. Если активно мешается Турция, то любое участие в Турции в военном конфликте, опять же, негативно скажется на ее развитии. А напомню, что у Турции очень амбициозные планы, они 16-я экономика в мире, поставлена задача стать 10-й экономикой в мире в ближайшее время. Но, естественно, военный конфликт, эту амбициозную задачу затормозит, и это будет выгодно Соединенным Штатам. Но об Армении и России я уже и говорить не хочу. Понятно, что если неудачно сложится конфликт для Армении, то она просто потеряет веру в Россию, и мы потеряем союзников за Кавказией. Ну а для России любой исход конфликта влечет ухудшение отношений либо с одной, либо с другой стороной, плюс риск прямого конфликта с Турцией, что тоже очень плохо. Поэтому политическое урегулирование конфликта абсолютно императив для России. Но я могу сказать, что действительно наше руководство, видимо, это осознает и очень оперативно откликнулось и личное участие президента, и челмочный визит Медведева, и активность министра иностранных дел и всего МИДа. Все это внушает надежду, что все-таки удастся дипломатическим методом удержать конфликт в политических рамках. Вот то, что можно сказать. А выгодно это, собственно, Соединенным Штатам. Это очевидно. Это очевидно.